Здарова народ, с вами Гобз. Я тут проебал вспышку, а именно вышла финальная часть Strike the Blood. Обзора на это аниме у меня не было, пока что, поэтому будет краткое вводное. Аниме рассказывает об Акацуки Коджо, обычный японский школьник, да-да, уже чувствуете клише, да? Который живет на острове монстров, искусственно созданном. Ну и волей случая он стал четвертым на Сферату, одним из самых грозных существ на планете Земля. На своем пути он встречает преграды, знакомится с новыми друзьями, в основном женского пола. Ну и пьет их кровь, собственно говоря, за счет этого овладевая их силой. Это если совсем коротко о сюжете в целом. Ну а теперь давайте расскажу немножко о технической части, и только после этого расскажу о своих впечатлениях со спойлерами про финал. После первой ТВ-хи, где-то в 26 серии, если мне не изменяет память, выходили овы. Причем овы выходили на протяжении где-то лет 8-9. Данные овы в той или иной степени повторяли основной сюжет Ренабе. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что перевода Ренабе я не нашел. Если кто знает, пожалуйста, подскажите, я с удовольствием бы почитал, чтобы сравнить, так сказать, первоисточник и то, что мы получили в конце. Я уверен, что часть сюжетных линий они обрубили. Японцы любят этой херней страдать, особенно в аниме. После того, как они перешли на формат ова, с одной стороны, да, это происходило долго. То есть, к примеру, там в течение года могло выйти всего 10 серий. С другой же стороны, это влияло на общее качество произведений. То есть, они были нарисованы действительно неплохо, по сравнению даже с ТВ-хой. За счет того, что это оба, не было цензуры. Ну, скажем так, стандартная цензура в аниме. Тут не присутствует, потому что на ТВ ее не показывали. Ну и, скорее всего, они чуть более лучше относились к первоисточнику. По крайней мере, я на это надеюсь. Если вас интересует законченное аниме с более-менее неплохим сюжетом, ну и на которое вы можете потратить где-то неделю своего времени, то советую посмотреть. Тем более, что тут более-менее полноценная концовка, хотя к ней есть вопросы. А теперь немного спойлеров, так сказать. Предыдущая глава закончилась на том, что главный герой отбил таки свой остров. Да, он буквально стал главой острова, там вообще много событий было, поэтому не буду вдаваться в подробности. Причем злодея предыдущей арки называли как угодно, то есть его там просто блудом называли, кровавым и так далее. По факту главному герою отдали их фамильяров. Они попали в нот. Ну, это такое междумирие где-то у космоса. И вообще началась очень лютая заварушка. На них налетела компания, которая устроила всю эту заварушку. Он от них, конечно же, избавился, ну потому что главный герой. Он вернул своих фамильяров благодаря Авроре. Он даже умереть умудрился. Аврора это, если что, та вампирша, которая его превратила в вампира. То есть в целом эти события, ну, немножко галопом, но достаточно понятны. Ну, а один из самых главных твистов, который на самом деле назревал, ну, где-то с середины произведения. Кто же такой Магвай? Магвай оказался никем иным, как богом Каином, богом вампиров, хотя я бы его назвал больше богом технологий. Потому что его последователи превращали все машины в оружие, нацепляли на себя металл. И, кстати, среди них было достаточно много бойцов японской армии. Ну, точнее, как не японской армии. У них японские силы самообороны, это не совсем армия. В общем, достаточно интересный момент. Очередное древнее оружие, которое здесь встречается уже далеко не в первый раз. Очередные злодеи, честно говоря, которые вызывают только раздражение там с какого-то момента. Все злодеи были представителями злых корпораций. Ну, и в целом все закончилось хэппи-эндом. Даже показали дочерей главного героя, которые пришли из будущего и просто посмотрели на весь этот бардак. В целом могу сказать, что концовка, с одной стороны, ну, немножко разочаровывающая, что ли, потому что очень много аспектов не раскрыли или раскрыли неправильно. С другой же стороны, ну, по крайней мере, это концовка. И она сделана более-менее неплохо. То есть там человечество отправится в космос, искать вторую планету. Ну, не совсем человечество, скорее, это пошел делать вампир, но это уже другая история. Ну, и да, никто не умер, и слава богу, потому что, честно говоря, я устал от большого количества смертей в современных произведениях. Это откровенно бесит. Ну, а на сегодня это все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok